Столичное управление по чрезвычайным ситуациям вынесло постановление о вакцинации около 440 тысяч домашних животных – коров, овец, скот, верблюдов и свиней. Также вакцинацию должны пройти и домашние питомцы-горожан. Сейчас управление проводит подготовительные работы. Вакцина будет поставлена из Индии 18 и из России 20 ноября. В процедуру вакцинации будет вовлечен весь скот частных лиц с 9 дистриктов столицы и фермерских хозяйств. Наши граждане должны понимать, что вакцинация – это гарант безопасности всех жителей, профилактика от разных болезней. Такие меры мы будем предпринимать каждый год. Домашние собаки и кошки подвержены инфекционным заболеваниям не меньше степных животных. Зачастую они сами являются носителями вирусов. Поэтому ветеринары призывают горожан быть ответственными за своих питомцев и обязательно пройти процедуру вакцинации. Граждане должны сами заботиться о своих домашних животных, проходить профилактику болезней, заводить медицинскую карту и работать с нами совместно. По результатам последних исследований в столице участились случаи бешенства, туберкулеза и других инфекционных заболеваний у собак. Наши граждане не совсем добросовестно относятся к здоровью своих питомцев. Вакцинация – это самый хороший вариант для обеспечения их безопасности. В столице очень много бездомных собак, разносчиков заболеваний. Поэтому хозяева домашних собак должны сделать первую вакцину щенку в возрасте еще 45 дней и затем делать это регулярно. В паре следующего года в стране начнется перепись скота и домашних животных. Параллельно ветеринарная служба будет проводить их обследование, причем с применением новейшего оборудования и аппаратов УЗИ. Вакцинация против ящер начнется с 20 ноября. Горожане, у кого есть собаки, кошки и другие домашние животные, должны обратиться в столичную ветеринарную службу и поставить своим любимцам прививки. Ван Баттери – это процедура для всех бесплатна. Денсма Энг Блек для Айс Мангуллия.